В начале времен был хаос. Потом появилась Гея, покровительница Земли. У нее родилось небесное божество Уран. Затем они соединились, и от их любви родились титаны. Одного из титанов звали Иопет. Иопет выбрал себе супругу Клемену. У них родилось четверо детей. Атлант, Менетий, Эпиметей и Прометей. Его имя означает «Тот, кто сначала думает, а потом делает». Когда Зевс начал войну против своего отца Хроноса, чтобы захватить верховную власть, титаны объединились против него. Все? Все. Кроме Прометея. Прометей предвидел, что победителем в этой войне будет Зевс. Поэтому он предложил свою помощь будущему царю Олимпа. Началась страшная война – титаномахия. Как и предсказывал Прометей, победителем стал Зевс. Наконец, на Земле началась мирная жизнь. Наступил золотой век. Люди жили мирно и счастливо, потому что им не нужно было трудиться в поте лица. Пшеница растет сама собой, никто не сеет. Жизнь идет сама собой, спокойно и беззаботно. Что это, если не рай? Однако боги не привыкли к покою, им скучно. Никаких войн. Тоска. Пора, решил Зевс, выделить людям особое место в мире. Пора установить порядок. Зевс на самом верху. Боги ступенькой ниже. И люди в самом низу. Все боги одобрили решение Зевса. Не согласен только Прометей. Ему не по нраву новые правила. Особенно его возмущает то, что люди должны потерять все земные блага. Для начала Зевс решил отнять у людей хлеб. Зерно, которое до сих пор приносило обильный урожай само по себе. Отныне, чтобы выжить, людям придется трудиться. Затем, хозяин Олимпа отнял у них огонь. Люди лишились источника света, который они использовали после заката солнца. Прометей бросился к Афине. Она влиятельная богиня на Олимпе. А еще это дочь Зевса. Афина благосклонна к Прометею. Вот почему она соглашается, когда Прометей просит тайно впустить его на Олимп. Он, Прометей, собирается вернуть людям огонь. И он будет наказан. Зевс его покарает. Зевс наказал смертных. Пришел час наказать их покровителя. Такой жестокости боги еще не видели. Прометей послужит уроком для всех. Он повелел приковать Прометей к скале на одной из вершин Кавказа, между Черным и Каспийским морем. А затем приказал орлу прилетать и выклевывать печень Титана. Каждый день орел прилетает и выклевывает печень Прометея. И это ужасное наказание будет длиться вечно. Каждую ночь Прометей страдает от боли. Но наутро печень отрастает вновь, ибо Титан бессмертен. Прометей принял кару богов с достоинством. Он не жалуется, не просит пощады. На самом деле, Прометей хранит тайну. Настолько важную, что от нее зависит будущее Зевса. И царь богов это знает. По этой причине он не дает своему орлу убить Прометея. Зевс ждет, что Прометей в конце концов сдастся и откроет свою тайну. Но прикованный Прометей молчит. Если Зевс желает узнать тайну, придется сначала освободить Титана. Прометей – божественный покровитель людей. А кроме того, он восставший мятежник. А теперь, когда мы неизвестно где находимся, вдали от назойливых глаз, величайший преступный ум нашего времени считает меня достойным услышать его план. Маленькие дозы для маленьких мозгов. Ты слышала о Прометее? Ну, конечно, нет. Прометей был богом, который украл огонь у других богов и отдал его людям. По существу он подарил нам технологии, он подарил нам власть. Тот, кто владеет технологиями, владеет миром. Римляне правили миром, потому что построили дороги. Британская империя благодаря строительству кораблей. Америка – атомной бомбе. Я хочу того, чего хотел Прометей. Но ты ведь не бог. Боги – отъявленные эгоисты. Им наплевать на то, что творится на земле. Они не желают делиться с людьми своим могуществом. Я лишь хочу принести людям огонь. И? Я хочу свою долю. Америка – отъявленные эгоисты. Продолжение следует... Адинфинитум. All because he gave us fire. Our first true piece of technology. Fire. 100,000 BC. Stone tools. 4,000 BC. The wheel. 9th century AD. Gunpowder. Bit of a game changer, that one. 19th century. Eureka, the light bulb. 20th century. The automobile. Television. Nuclear weapons. Spacecraft. Internet. 21st century. Biotech. Nanotech. Fusion and fission and M-theory. And that was just the first decade. We are now three months into the year of our Lord, 2023. At this moment in our civilization, we can create cybernetic individuals who, in just a few short years, will be completely indistinguishable from us. Which leads to an obvious conclusion. We are the gods now. For those of you who know me, you will be aware by now that my ambition is unlimited. You know that I will settle for nothing short of greatness. Or I will die trying. For those of you who do not yet know me, allow me to introduce myself. My name is Peter Weyland. I am Peter Weyland. 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 руководители. Титан Прометей хотел, чтобы люди были равны богам, и за это он был низвергнут с Олимпа. Теперь пришло время ему вернуться. Это изображение археологических находок из разных уголков земли. Это Египет, Майя, Шумеры, Вавилон, это Гавайи в конце и Месопотамия. Фригийский Атис рожден Девой Наной 25 декабря распят, пробыв в могиле три дня воскресает. Индийский Кришна рожден Девой по имени Диваки, его приход обозначила звезда на востоке, со своими учениками творил чудеса, а после смерти воскрес. Персидский бог Митра рожден Девой 25 декабря, вместе с 12 учениками творил чудеса, после смерти был захоронен на три дня, а затем воскрес. Его называли истиной, светом и другими именами. Эти древние цивилизации разделяют множество столетий, они развивались независимо друг от друга. Однако, на всех находках одна и та же пиктограмма людей, поклоняющихся гигантским существам, указывающим на звезды. Звезда на востоке — это Сириус, самая яркая звезда в ночном небе, которая 24 декабря образует линию с тремя самыми яркими звездами в поясе Ориона. На поясе Ориона, чушь. Так далеко от Земли, что эти примитивные древние цивилизации просто не могли знать о ней. Эти три звезды сегодня, как и в древности, зовутся тремя царями. Так вот, эти три царя и самая яркая звезда Сириус указывают на то место, где восходит Солнце 25 декабря. Вот почему три царя следуют за звездой на востоке, чтобы найти место восхода, то есть рождение Солнца. Это Солнце. Еще за 10 тысяч лет до нашей эры в истории можно найти массу примеров, написанных и высеченных на камне свидетельств поклонения человека Солнцу. Вполне понятно, почему. Каждое утро, когда встает Солнце, оно приносит свет, тепло и защищает человека от холода и полной опасных хищников тьмы. Все цивилизации понимали, что без него не вырастет урожай, а жизнь на Земле исчезнет. Это понимание делало Солнце самым почитаемым объектом во все времена. Это крест Зодиака. Один из древнейших символов в истории человека. Он показывает, как Солнце в течение года проходит через 12 главных созвездий. А также он отражает 12 месяцев, 4 времени года, дни солнцестояния и равноденствия. Он представляет собой языческий символ, который в упрощенной форме выглядит вот так. Это не символ христианства, это языческое представление Зодиака. Именно поэтому голова Иисуса на ранних иконах всегда изображается в центре Креста, поскольку Иисус — это Солнце, Сын Божий, Свет земной. Это Гор. Бог Солнца в Древнем Египте примерно за 3000 лет до нашей эры. Он — Солнце в образе человека, а его жизнь — иносказательный миф, объясняющий движение Солнца по небосклону. Из древнеегипетских иероглифов мы можем узнать много об этом Мессии. Например, у Гора, то есть Солнца и Света, имелся враг по имени Сет, олицетворявший собой ночь и тьму. Борьба света и тьмы или добра со злом — самая распространенная в мифах — борьба противоположностей, проявляющаяся по-разному с древних времен и поныне. Миф давит на религиозные чувства, чтобы направлять и использовать людей. Суть не в том, насколько реальна эта история, суть в том, чему она служит. История не действует, если в нее не верят общество и народ. Такова воля богов. Ты что, надписи не видел? А что он сделал? Священный огонь с неба похитил и людям его передал. Прометей. Боги лучше знают, что делают. Отойди, не мешай. Работа, видишь, нелегкая. Момент истины. Опасные аномалии и фундаментальный дефект системы сходятся в точке одновременного завершения и начала. Новые эпохи.